1 апреля стартовал всекубанский месячник по благоустройству и наведению санитарного порядка. В Сочи начались работы по уборке русел рек, мусора на улицах и тротуарах. В порядок приводят зелёные насаждения и скверы. Особое внимание Анатолий Пахомов попросил уделить теренкуру. Теренкур надо привести, конечно, в идеальный порядок. И хорошенько это склоны вычистить, и поросли, обрезку надо делать. И служба спасения должна оказать полное содействие в этом плане. Началось в Сочи обновление дорог. В рамках национального проекта на эти цели городу ежегодно будут выделять свыше 800 миллионов рублей. Анатолий Пахомов распорядился направить дополнительные средства из городского бюджета и на межквартальные проезды. Перечень тех, которые нуждаются в ремонте, будет подготовлен районными администрациями. Но уже сейчас точно известно, что в нём окажется и междворовой проезд у дома номер 14 по улице Ворошиловская на Бытхе. Это решение было принято главой города во время обхода. Здесь точно сделали. Я дал уже команду, чтобы предусмотреть в этом году. Ещё одна тема, поднятая на планёрном совещании – оформление прав на земельные участки в садоводческих товариществах. В Сочи насчитывается порядка 800 участков, на которых были утрачены или недооформлены документы. Теперь их можно оформить в административном порядке. Для этого нужно прийти в МФЦ или районную администрацию. Для обращения потребуется схема садового участка и документ, заверенный правлением СНТ о выделении земли. Гражданин, который владеет земельным участком, который раньше ему выделялся, он может собрать документы, а это получается схема земельного участка, обратиться к кадастровому инженеру, чтобы определить границы, если земельный участок не сформирован. И, соответственно, в своём правлении взять документы о том, что земельный участок действительно выделялся, предоставлялся, и с этими документами обратиться в районную администрацию. Услуга по оформлению права производится в течение месяца. Главное условие – чтобы садоводческое товарищество было инвентаризировано. Эта работа организована районными администрациями ещё в 2017 году, чтобы владельцы участков смогли избежать суда и лишних затрат. На сегодняшний день инвентаризацию прошла половина от общего числа садоводческих товариществ. Завершить эту работу планируется в марте следующего года. Именно до этого срока у сочинцев есть возможность оформить свои права на землю. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.